Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 апреля, наши традиционные ответы, вопросы. Сейчас, сегодня, из-за того, что вот у нас пришли сильные холода, последние видео были там про снег, про мороз, то я сегодня и выложила видео на эту тему, как я вот спасаю рассаду, говорила, что опрыскиваю стимулятором, какие холода они могут выдержать, а когда лучше занести. И поэтому сегодня основные, конечно, ответы и вопросы будут на эту тему. Она стала самой актуальной темой по холоданию, все остальные темы вытеснились. Давно собиралась вот рассказать про вытяжку из суперфосфата, как буду готовить, но даже готовить сегодня некогда. Сегодня вот делала перестановку в теплице, ожидаю завтрашнюю ночь, минут с 8 обещают. Вот, все это я перестанавливала, завтра покажу, как я поставила, какими томатами я утеплила стенки. Так, вот начну. Ирина Губко пишет, так, так, так. А, что не обращайте внимания, раньше на лавочках сидели бабушки, а теперь лавочек нет, они все сидят у их компьютеров, делают то же самое. Ну да, я, кстати, часто замечала, что, скорее всего, человек, который пишет вот такой комментарий, ну, когда не всегда такие доброжелательные комментарии, скорее всего, у них даже нет огорода, потому что иногда такую спрашивают, как, казалось бы, прописные истины. Если они об этом не знают, наверное, это не огородники. Вот Валентина Гацинюк спрашивает, Оля, а если Эпин развела эту капсулу на литр и опрыснула все томаты и перцы нормально, вроде или неправильно, но я не думаю, что Эпин может повредить. Там указана, конечно, концентрация, вот определенная, 0,2 мл на 1 литр, это, то есть, там, при замачивании семян я на 2 литра развожу, при опрыскивании можно на 5, но я думаю, что это безвредный препарат, даже если вы развели всего на литр, ничего страшного не будет, это же не медный купорос, так что, думаю, что нет повода волноваться. Вот Галина пишет, Ольга, у меня это все в таком же состоянии, это я не считаю бардаком, все это вылизывать, наводить в чистоту, жалко времени и сил. Короче, а они нам нужны, это вот про то, что как в теплице-то, что многие просили, что вы не показываете, что у вас там в теплице, ну, поводите камеры, вот я сегодня поводила и показала, что там лежит чего только нет, и земля, и стаканчики, и бутылки, и все-все-все, и молотки, и гвозди, и веревочки, это все нужно. Ну, показывать, конечно, вот я сколько раз уже обжигалась, покажешь от всей души, а люди, кто не занимаются этим, начинают комментировать, что вот, развели, там, сначала убраться, а потом показывать. Я не считаю, что я должна сначала убираться, а потом показывать. Раз уж я за честность, за открытость, я сегодня решила показать все, и мне за это не стыдно, я там не наркотики фасую, я там пикирую, сижу растения. Так, вот Ирина Губко хочет поделиться своим опытом, вот прочитайте, как она с кипятком канистры ставит вот, ну, в этот ящик, и они сохраняют тепло. Это вот, ну, по тому же принципу, как я говорила, что некоторые полторашки наливают, заносят, а если канистры есть металлические, то это еще лучше. Они, как бы, заменяют такой радиатор мобильный. Вот у нас в батареях металлических, ну, горячая вода, и тут тоже, если в горячие канистры налить кипятка, вот она советует, что поставить, сверху накинуть пленку, и до утра хватает тепла. Это, кстати, очень интересный метод, или как способ это называется. То же самое, как будто переносную батарею вы принесли и поставили. Вот видите, сейчас все и советы последние, все комментарии, именно по поводу, как уберечь рассаду от холода. Это очень важно, буду читать все, все советы, все комментарии. Вот Елена Буняева пишет. Оля смотрела видео и смеялась. У меня в сарае ногу поставить некуда. Старые ведра без дна, тазы, все очень нужное в хозяйстве. Что ж, гостей мы туда не водим. Ну, вот я сегодня осмелилась и привела, потому что меня давно просили. Ну, покажите, ну, покажите, ну, что там смотреть интересного, я не знаю. Пишет следующий зритель. А мы переехали в дом, всю старую дырявую посуду в виде ведер, тазиков оставили в старом огороде. Теперь надо идти забирать без них, как без рук. Ну, это вот к тому, что я говорила, что ведрами можно закрывать в случае холода. Тазами всякими вот этими старыми. Так. Пишет Елена Казакова. У меня рассада перца помидор высажена в теплице. Вчера было 4-5 градусов, но с плюсом, конечно. Все выжило. Выжило. И капусту высадила в открытый грунт две недели назад. Ну, капуста-то она, скорее всего, выживет в любых условиях. Валентина Папина пишет. Все, устала нервничать. Вечером все листья у помидорок на лоджии скукожили, свернулись, прижались к стволам. Температура 6 градусов. Все занесла домой, поставила на пол. Домочадцы ходят по тропинкам. О чудо, томатики расправили свои листочки. И, короче, завтра уйдут холода, снова вынесу. Я и говорю, что 5-6 градусов, вот если кратковременно, ненадолго, их не навсегда, они могут вытерпеть. Потом они все восстанавливаются. Конечно, перцы с баклажанами при такой температуре уже оставлять, ну, почти никто не оставляет. Вот Милославская Юля пишет. Поздравляю с 10 тысячам успехов вам. Я, если честно, вот не кривя душой говорю, я с этими морозами, с похолоданиями, я сама как-то даже и пропустила вот этот вот, ну, не заметила, что переступила 100-тысячный рубеж. Мне начали люди говорить, поздравлять, и одна зрительница пишет. Я вас тоже поздравляю, правда, не знаю, с чем, но все поздравляют, и я поздравляю. А мне хотелось ей ответить. Спасибо вам. Я, правда, не знаю тоже, с чем меня поздравляют, и что это такое. Но вот поздравляют, значит, надо говорить спасибо. Всем спасибо. Ну, как я поняла, что набралось 100 тысяч подписчиков. Я, правда, не знаю, ну, как, на что это влияет, потому что обычно подписчиков много, но из этих 100 тысяч смотрят тысячи две-три активно, а остальные вроде подпишутся, но не как досмотреть или, ну, не очень важны. Вот пишет Рашид очередной совет, еще про, а, это к этому, как прикреплять веревочки. Я думала про мороз, что электрод взять, загнуть, конец воткнуть, я так тоже делала. Татьяна Воротынцева пишет. Ой, рассмешили, у меня дома-то бардак, пройти негде, земля, ящики, удобрения, все ли выискали, смех, да и только. Но у меня дома-то продолжение теплицы, тоже точно так же. Вот сейчас же холодно, я же не сижу на улице, не пикирую при минусовой температуре. Я все это принесла домой, у меня дома и мешки с землей, и вот эти ящички, контейнера, стаканчики. Тут наклеиваю эти этикеточки, дырочки делаю в новых, всю землю раскладываю, все дома. Ну, а куда деваться? Пишет Юлия. Ольга, а Вы не пробовали интерную кислоту? Очень хвалят. Но, если честно, я не пробовала, потому что, если уж говорить совсем честно, то при таком большом количестве рассады некогда что-то добавлять, что-то там подмешивать, чем-то там подкармливать. И у меня единственный, как можно сказать, основной принцип выращивания, это самые сильные стойкие вырастают, а если что не вырастает, значит, то мне не нужно. Ну, вообще, я хотела, мечтала, все, я вот читаю уже статьи «Интарная кислота», да, и люди хвалят, и все, все хочу попробовать. Но, как, да, это надо идти в аптеку как-то собираться, это надо что-то, где-то искать рецепты. Иногда просто от нехватки времени ничего я этого не делаю. А с другой стороны, думаю, ну, до того, как интернет появился, не пользовались же мы этим ничем, росло все нормально. Ну, значит, и так сейчас растет, и слава Богу. Вот основной упор делаю, чтобы земля была хорошая, чтобы семена были хорошие. Оно и так все прекрасно, прет все, можно сказать. Надежда Уткова пишет. Ура, у меня все так же рабочая обстановка, значит, я тоже нормальная, зато все под рукой. А то сзади не так столько километров наматываю, что к вечеру ложусь звездочкой. И, о чудо, неужели сегодня все? Вот точно, так ляжешь, я лежу и смотрю в потолок, который мы собираемся переклеить. Думаю, ну, слава Богу, можно теперь растянуться и отдохнуть, потому что обычно согнувшись же, все там внизу, к земле всегда в наклон, в наклон. Когда расправишься в горизонтальном положении, о, благодать такая. И вот она пишет, что на следующий день, как новенькая, иду к ним. Наталья Воросян пишет. Вы прям молодец, все рассказываете, других слушаешь, одну рекламу пихают, спасибо за подробности. Но мне рекламировать нечего и незачем, я уже все, что мне нужно было, я во время официальной работы заработала. Так что мне вот два раза, если честно, предлагали рекламу, я отказалась, потому что если я сама не знаю средства, я не могу его рекламировать. Это мне надо самой попробовать, а попробовать надо один или два года, не дождешься. Так, пишет Даня. В теплице замерзли всходы шпината, редиски, капусты под дополнительной пленкой. Теплица без обогрева, придется сеять снова. А я даже сегодня в теплицу не сходила, не проверила. О, подъемник тоже там замерзла. Галина Ложкина, что у нас сегодня ночью было минус 10, да еще с таким ветром в теплицу еще не заглядывала. Вот такая же ситуация, как у меня, я еще не ходила. Но уже чувствую, что придется все пересеивать. Что нынче за такое похолодание? Это обычно, ну как бывают заморозки, ну кратковременные, там минус 3, минус 5 раз на ночь похолодало, а днем оттаивает, и они не успевают замерзать, они снова отходят. А это, наверное, вкол там все замерзло. Ира Ким пишет, у меня семена четвертый день лежат в одном диске и до сих пор не проклевываются. Это нормально, зазулик, крестивый. О, так они могут, не расстраивайтесь, а мол, у меня какие-то на 10 день только проклюнулись. Если магазинные семена, они бывают сильно пересушенные, они это делают для того, чтобы они хорошо хранились, ну там от плесени, от всего предохраняют. Очень долго некоторые, одни прям на вторую, на третью всходят, а некоторые долго, 7-8 дней. Ждите, но можно и не дождаться. У меня один сорт вообще не вышел. Пишет Елена Романова, сейчас у всех такой бардак, горячая пора пришла, вот пересадим на постоянное место, наведем порядок. Эпин очень хорошее средство. Вы должны получать денежки за лайки, вы узнаете, будет вам маленькая помощь. А мне кажется, я точно не знаю, спорить не буду, мне кажется, что деньги, там какие-то, да, начисляют, мне вот приходят начисления, но я, как я понимаю, ну у меня там еще канал молодой, ничего там сильно нет. Мне кажется, за время просмотра, я вот сколько там читала, что чем больше будет по времени минут просмотренных, а лайки это просто, наверное, как, ну, врать не буду, я сама не разбираюсь. Мне кажется, лайки это просто вот, они узнают, нравится зрителям или не нравится. Мне кажется, лайки для материальной, вот такой для, как она называется-то, для монетизации не имеют никакого значения. Это только автор узнает, что нравится ему ролик или нет. Ну, не знаю, врать не буду. Татьяна Суслова. У нас сегодня ночью днем минус 10. Это после плюс 18 Екатеринбург. Спасибо, Оля, за видео со 100 тысячами вас. Ну, тут почти в каждом втором промелькивает, что 100 тысяч у нас рубеж. Нас теперь 100 тысяч. Я всех сразу благодарю, потому что все поздравления прочитать не смогу. Я еще говорю, я сама говорю, что я не понимаю, что это. Ну, 100 тысячи, 100 тысяч. Да, чем больше нас, тем лучше, больше советов получим. И, если честно, вот сейчас говорят о серебряную кнопку, получили про серебряную кнопку. Узнала только от зрителей вчера, вот, которые написали. Вообще не знала, что это такое. Сказали, как получите, сообщите. Я попыталась, я даже не знаю, куда зайти, чтобы сказали, там заявку надо подавать. Короче, это я ничего не знаю, так что серебряную кнопку, возможно, я вообще не получу из-за своей такой технической безграмотности. В огороде я понимаю, а в этом нет. Ну, может, кто-то подскажет потом, как мне эту кнопку получать. Так, Оля, все понятно, но я, знаете, совершила большую ошибку, посадила сразу молочные пакеты, литровые, сильно подвернула вверх, оставив одну треть, а это маленькое количество земли, высадила росточек, а теперь, как только начинает сильно идти в рот, расправляю край, подсыпаю, землю буду подсыпать. Я не поняла, что за ошибка, но я потом сама прочитаю, не буду время зря терять. Подскажите, пожалуйста, вынесла рассаду помидор на балкон, на солнышко, видно, передержала, вы в скорослых листики побелели, засохли. Ну, знаете, или поставить на них крест, листья у вас обрастут. Даже, помните, я когда рассказывала, что даже если обломишь, растет из пасынков, листья обрастут, и если вы будете заглублять, то это место вы все равно будете присыпать. Главное, чтобы была целая точка роста. Все, не расстраивайтесь, или заглубить, или посадить лежа. Вы сейчас понаблюдайте, если новые листья начнут вылазить вот с точки роста, значит все нормально. А если нет, и у вас нет больше рассады, ну вырастите через пасынок. Пасынки-то обязательно появятся же у вас. Так, морозы устойчивые. Как легче определиться, за бортом ночью плюс 5, отставляем в теплице и накрываем. Плюс 10, не накрываем, плюс 4 заносим домой. Поправьте меня по этой схеме, пожалуйста, не доходит до меня, простите. Вот смотрите, если за бортом ночью плюс 5, в теплице у вас все равно потеплее, да, градуса на 3, на 4, около 9 градусов. Да, можно накрыть и оставить в теплице. Плюс 10, если на улице, да, вы имеете ввиду, если на улице, то можно вообще не накрывать, то в теплице будет 12, у меня не накрыто стоит. А если плюс 4, опять же, где, я тоже не поняла, в теплице или на улице. Если в теплице плюс 4, то заносите домой. Если в теплице плюс 10, оставляете, можно даже не накрывать. А если в теплице плюс 5, то нужно или накрыть, или что-то включить. Ольга, в подобной ситуации, если я поступаю так, рассаду накрываю одним из самых тонких укрывных, например, 17, прямо на рассаду. На столах сделаны петельки для установки дуг. Ну, вот это вот все советы, да, по укрыванию. Если кому-то надо, вот тут вот подробный большой комментарий. Все делятся друг с другом, как сохранить. Ольга, надо, наверное, еще добавить, прежде чем ее выносить из помещения, рассаду, нужно постепенно закаливать, минимум 2 недели. Так, про закаливание был, вот в прошлом месяце был видеоролик, да, что сначала мы закаливаем 2 раза. Сначала закаливаем, когда есть помещение в теплицу, а потом будем закаливать, когда есть теплица, выносить на улицу для высадки на постоянное место. Еще калийные удобрения помогают пережить похолодание. При таком закаливании инденты выдерживают плюс 5, может быть и ниже. Светлана Печко пишет, добрый день из Луганщины, смело сажайте кураж. Это вот все про огурцы. Кстати, они у меня взошли первыми, я уже посеяла в стаканчике. Вот, пишут, поздравляем 100 тысяч, еще Наталья пишет, поздравляем со 100 тысяч, спасибо вам большое, процветайте. Чем подкормить первый раз после пикировки? Ну, после пикировки они сначала в течение недели, хотя бы и 10 дней, их ничем не надо подкормить. И про подкормки уже все есть, я говорила, что если нет видимых причин, то можно не подкармливать до высадки в грунт. Вот, поздравляем вас со 100 тысяч. Светлана Гаврилова пишет, люди почему вы такие злые, зачем убежать человека? Ну, это, наверное, это все обсуждается, про то, что некоторые пишут такие комментарии, что что-то не нравится на этом канале, не смотрите. Ну, это да, верно. Сейчас очень много есть выбора. Можно выбрать себе любимого автора и слушать его. Ну, тоже, пишет Валентина, тоже вынесла рассаду в теплицу, внутри теплицы поставила еще поменьше теплички. Ну, так обычно и делают дуги маленькие, и как теплица, а в теплице еще теплица. Елена пишет, в Томской области минус 20 обещают и осадки. У меня рассада на застекленном балконе, холодно, но ниже 10 пока не опускалась. Сегодня ночью занесу домой. А, вот пишет. Оля, если вы про серебряную кнопку не знали, так, может, вы про заработок в Ютубе не знаете, переживаю, что не знаете. Про заработок я теперь знаю, но первый год точно не знала. Я-то просто начала, я потом расскажу, как начала делать свой канал, и зачем, и как все это получилось. Получилось же не специально, это ясно, что я не для того, чтобы деньги заработать сюда вышла. Я вообще не думала, что это будет регулярно и стабильно. Потом это все расскажу, но это отдельно. Да, первый год я не знала, но потом я узнала примерно через год. Но я ничего не потеряла, потому что первый год обычно, когда мало подписчиков, никто не смотрит. Так, для своих выкладываешь. Я-то записывала, чтобы выкладывать в Одноклассники было удобно через Ютуб, потому что так не загружается видео, только после Ютуба хорошо. И там за первый год, можно сказать, ничего не докопилось. И потом я уже прочитала, что это действительно так. Для того, чтобы начать зарабатывать деньги, нужно 2 или 3 года создавать вокруг себя какое-то сообщество единомышленников, чтобы кому-то нужны были ваши видео. И сейчас вот, когда 2 года исполнилось, у меня только началось, поднялось то количество просмотров, я добилась, которое действительно, там же даже меньше 100 долларов, если ты зарабатываешь, они даже не перечисляют. Это считается маленькая сумма. Но вот сейчас у меня, после 2 лет, в этом году в основном у меня уже начались, ну как, вероятно, вот это сарафанное радио у самого, и сейчас можно действительно, да, что-то зарабатывать, потому что я теперь и трачу время столько же, сколько на работе. Ну можно сказать, целый день то одно, то другое, всё это, и видео надо загружать, описание делать, и фото делать. Ну получается, как такая настоящая работа. Теперь я знаю, ну про серебряную кнопку я не знала, я до сих пор не знаю, что она даёт. Там говорят, что какие-то привилегии получаешь, там тебя в первую очередь куда-то будут выставлять. Это я ещё ничего не знаю, и я хотела попытаться узнать, но я так и не поняла, кто её мне даёт, и где я её должна взять. Потому что сейчас холодно, мороз, мне не до этого, я бегаю, сохраняю своё растение, и, конечно, серебряная кнопка, все остальные блага у меня на втором и на третьем месте, на первом месте растение. Потом уже будем разбираться. Это, конечно, очень хорошо. Я, естественно, начала я не из-за денег, и всё это рассказывала я от души, и всё. Но когда есть какое-то, я даже кривить душой не буду, что это очень приятно, что за такой труд можно ещё получить какую-то награду в виде денежного вознаграждения. Потому что очень много времени отнимает. Вы сами знаете, видите прекрасно, что и про это показывают, про это показывают, про это показывают. Даже то перемещение по участку, и все эти обработки видео, и загрузки, и всё. Очень много работы на компьютере. И я считаю, что если буду получать деньги хорошие, то это так и должно быть. Каждый труд должен быть оплачиваемый. Единственное, на что я не соглашусь, наверное, никогда, это рекламировать товары, которыми я сама не пользуюсь и которые мне не нравятся. А так как я почти ничем не пользуюсь, то реклама мне не грозит, наверное, так. Так, спасибо, Пашака. Ну, тут тоже со 100-тысячным подписчиком. Алена Попова пишет. Оля, у вас, наверное, можно форчики открыть. Тепло из дома греет теплицу. А летом в жару дома как с той стороны, ведь в улице, ведь теплице очень жарко. Ну, смотрите, летом мы эту дверь, у нас же есть основной вход в дом, а летом эта дверь закрыта, и там просто окно, такое же окно, как другое с этой стороны. Естественно, мы не держим летом эту дверь на распашку, иначе жар будет заходить. Пользуемся другим основным ходом. А это дверь, как окно, и всё. И тепло из дома греет теплицу. Нет, мы теплом из дома не греем теплицу. Когда в теплице холодно, то она сама по себе там как-то выживает. Потому что в доме у нас тоже не так много тепла, мы же печку топим. Если мы откроем дверь, то нам придётся постоянно топить печку. Наталья Шевченко пишет про видео, какой холод может выдержать и рассада. Очень нужная тема. Я села 15 марта, еле растёт. Ну, тут написано, да, когда вы сеяли свою рассаду замечательно. У меня в разных сроках. Я и в феврале села, и в марте села, и последние в апреле села. Всё у меня записано, но у меня очень-очень много. И каждая для... ну, с определённой целью посеяна. Какие-то для раннего урожая, какие-то просто массовые, какие-то засолочные, какие-то для хранения попозже. Всё-всё это я рассказывала зимой, сейчас повторять просто уже нет времени. Вот Алена Попова пишет, что посеяла... Причём томаты, перцы, баклажаны. Третий лист настоящий, полтора месяца. Так, это всё, я не буду... Тут ответов много. Сейчас ещё 2-3 комментарии прочитаю. Комментарии сейчас все идут почти одинаковые. Все стараются друг другу дать советы, как сохранить, как всё это... Если вот у кого-то какие-то проблемы, даже зайдя на канал, вот, к каждому видеоролику по теме, можно что-то новое узнать. Вот, пишет Ольга Борзова. Ольга, всё прекрасно, но поконкретнее, что 10 в минусе или в плюсе, возвращаясь несколько раз, так и не услышала. Я говорила про 10 с плюсом. То есть, вот какой холод может выдержать рассада, естественно, в теплице должно быть 10 с плюсом, не ниже. Когда ниже 10-5 градусов с плюсом, томатам уже холодно. Потому что 10 с минусом в теплице, рассада вся погибнет однозначно. Так. Ну, вот и объяснили, что холодостойкие сорта выдержали понижение температуры в теплице до 5 градусов. До 5, конечно, с плюсом. Когда на улице было 5, но 5 с минусом, да. Вот про этот, про птичий помёт, ещё один вопрос, что можно ли соединить залу сухой птичий помёт вместе в лунке. Я уже отвечала, у меня нет птичьего помёта, я не пользуюсь им никогда, потому что, во-первых, и птичек нет у нас, и покупать мы его не покупаем. Мы живём в городе, я не знаю, я редко когда покупаю какой-то, ну, такую органику в магазинах. Вот насчёт этого я вам не советую. Подскажите, пожалуйста, какая для перцев баклажан критическая температура на балконах и в холодных теплицах? Мы знаем, что перец и баклажан, они более теплолюбивые. То есть, я уже говорила в предыдущих роликах, если я томаты оставляю до 10, могу даже до 8, при этой температуре никогда перца не держу. Если минус меньше 15, там 12-13 градусов, сразу уношу их домой. Но некоторые люди говорят, что они могут вместе с томатами стоять и при 10, и, может быть, и при 8 бы они выдержали. Но я не хочу лишний раз испытывать судьбу и мучить их. Раз они теплолюбивые, но не любят они, не приспособлены к таким понижениям, лучше не надо. 15-13 градусов, всё им нужно, где теплее. Ирина Жукова пишет, как определить, какая почва в огороде. Я потом отдельно расскажу сегодня, не буду, но я знаю, что если почва кислая, вот как у меня, растёт мокрица, обычно по сорнякам, если без лакмусовых бумажек, без определения вот этой кислотности, если растёт одуванчик, если растёт мокрица, значит, у вас почва кислая, с повышенной кислотностью. Пишет, держитесь, смотрим прогноз в вашем регионе. Ну всё, вот Наталья Петренко пишет, времени уже много. Помоги, Господи, сохрани труды наши, дай людям силы и терпения. На эти позитивные ночи, в ноте остановлюсь я, конечно, даст силы и терпения. Я всем, вот кто меня поздравлял с этим, со 100-тысячным подписчиком, всех благодарю, но вы знаете, для меня эта цифра, конечно, не очень важна, потому что я не сильно понимаю ещё, что она мне даёт. Мне просто, конечно, очень приятно, я считаю, воспринимая это как, что это ответная реакция людей на мои вот эти рассказы, на мои вот эти советы, на мой призыв, позыв, что я хочу вам помочь, действительно, всем рассказываю, и если людей становится больше, а не меньше, то, значит, кому-то это нужно. Значит, я принесла кому-то пользу, вот сейчас уже вижу обратную связь, кто в прошлом году, например, слушал меня у многих, урожай получился, кто-то первый раз выращивал, это очень радует. Мне вот эта серебряная кнопка, если честно, она не очень нужна, говорят, что её просто на стенку вешают и хвалятся там вот эти молодые блогеры. Мне хвалиться не перед ко мне, я дома постоянно одна ко мне в гости не ходят. Но то, что вас больше, меня очень сильно радует. Будем, значит, разрастаться, чем больше нас в нашей вот компании, тем больше мы получим помощи, советов друг от друга. Может быть, даже случится и такое, что будем и в гости ездить. Вот меня зовут в гости, и вполне возможно через год-другой я всё-таки решусь и поеду в какой-нибудь красивый-красивый город. У нас, кстати, город тоже очень красивый и древний, я потом о нём вам тоже расскажу.